приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересно и сегодня мы поговорим про историю создания улья из камыша сейчас мы окунемся в прошлое и сейчас мы посмотрим по фактах когда же был создан этот улей и действительности вы сейчас будете очень сильно удивлены потому что очень много информации ну как точнее я не очень много смог найти информации но информация вообще есть и срок вот этой информации вас я думаю поразит современное поколение по факту знает улья из камыша из пасек и ничика кто такой ничик я думаю даже не стоит говорить но я вся во всяком случае напомню этот человек который создал очень большое количество ульев из камыша и по факту он содержит пчел в этих ульях и по факту это тот человек который в современном обществе в современном поколении просто открыл нам глаза что можно делать такие улья и потом уже появились многие модификации таким образом мы разобрались а что современное поколение многим должны семье ничиков которые открыли глаза на новые новые такие улья на действительности ли они новые или оказывается друзья знаете что они не настолько новые на сколько они старые потому что есть одна определенная история я действительности в фейсбуке имею очень много друзей это как бы это плюс потому что чем больше друзей тем больше информации и один день мне попалась она глаза такая фотография фотография старая здесь размещается два мужчины один мужчина еще ходит там по пасеке и здесь я присматриваюсь а и вижу что стоят улья здесь на я насчитал 48 ульев и мы видим улья из ну камыша не знаю но точно что это солома или может быть даже камыш да не ну наверное вверх накрытый камышом потому что что такое трубчастую что такое большой но может быть и солома но суть разницы как бы нет потому что что камыш то солома мы сами же понимаем что например солома и камыш это примерно одинаковые она принципе используется у лев без проблемы и мы видим что вот эта фотография очень старая и получается что когда я начал задаваться вопросом на когда же она создавалась я написал вот этим людям которые нашли эту фотографию и они мне отписали что вот эта фотография была сделана в 1956 году это получается что тогда когда были колхозные пасеки были у такие уже улья так ну что же друзья мы переходим следующей фотографии где мы видим что пчеловод стоит на коленке у него такие прекрасные усы того времени прическа рубаха видно без воротника который сейчас на данное время не увидим он стоит на коленке возле улья улья по ходу из камыша потому что такие характерные большие трубки я не знаю может какого-то этого не такого камыша как мы делаем но я не могу здесь ничего говорить на то что вот это материал природный не дерево это сто процентово смотрите как он собран это получается корпусный улей я не могу понять друзья смотрю на всю фотографию не могу понять какая пора вот это года потому что с одной стороны мне кажется что сбоку как бы цветет подсолнух и понятно что пасека как бы размещается на качевке так но мы видим что все вся пасека стоит в одном корпусе и получается что некоторые стоят два корпуса это имеется ввиду расширение и на данное время мы на фотографии тоже видим что пчеловод работает и по факту готовится или доставить корпус или как бы работает на расширение я не могу понять это у него как бы второй корпус для расширения или опять же он просто принес какие-то рамки но эта история умалчивает мы просто наблюдаем и любуемся что было раньше от обратите внимание я же говорю что и по сути я делаю точно такой корпус как вот сейчас на фотографии только с пальцами это имеется ввиду что уже прошло 66 лет ну 67 лет но грубо говоря 70 лет назад у такие улья уже были что вы понимали меня не было там и даже никто меня еще не планировал от эти улья были давайте мы посмотрим еще по пасеке обратите внимание какие крыши интересные обратите внимание как у там ну домик пчеловода создан тоже по ходу накрытым чем-то ну в общем здесь все прекрасно так давайте перейдем на следующую страницу следующую фотографию и мы видим я не могу понять кто здесь но по факту вот мы видим вот этого нашего пчеловода который сидит тут прямо вот перед нами перед глазами и по боках сидят тоже люди не неизвестно кто все красиво одеты но наверное вот здесь слева сидит вот такой сразу слева возле пчеловода и справа сидят какие-то люди они более такие парадные да вот все в сапогах есть что-то на столе все красиво все как бы ну как положено да все как бы по богатому на то время потому что мы знаем что люди тогда не очень богато жили ну вот в общем все прилично что это говорит я не знаю может быть все пчеловоды они по сути все зажиточные люди куркули вот эта фотография очень интересная сейчас мы видим вот этот пчеловод держит рамку мы видим что рамка без разделителя хоффмана но по факту она на 300 мы видим сзади опять же шутать и улья вот эту пасеку которая размещается здесь вот друзья чтобы вы понимали это у нас получается тысяча девятьсот пятьдесят шестой год уже такие улья были они были в работе они были в обиходе получается это больше всего связано с тем что была проблема с древесиной в тех районах от центральных степных от районах нашей страны получается была проблема с древесиной и тогда пчеловоды новаторы я бы их назвал они находили как бы возможность и делали улья прессовали из камыша или соломы или еще что-то такого что можно было бы сделать потому что мы сами понимаем что этот материал очень таки хороший и он по сути не так порт а теперь друзья держитесь потому что я сейчас вам расскажу про улей который был описан или создан 1893 году эту информацию нам сфотографировал и сбросил за что ему очень большое очень очень большое спасибо васильев александр это человек ходячая библиотека кстати можете обратиться да не к нему он продает книги можете обратиться вот эти старые советские книги там или у него очень большая библиотека он много читает много знает так что можете к нему обращаться вообще классный благодарочка благодарочка очень очень большое спасибо ну что же друзья переходим фотографии этого улья он здесь видите какой очень таки интересные описание его соломенный улей англо-американской системе и станки для выдолбки он ого нас интересуют вот такие улья обратите внимание это же это же рутовская система чтобы понимали мы видим что их вязали их по сути может быть или прессовали а нет наверное прессовали и вязали потому что мы видим вот сбоку вот видите вот справа от стоит улей и справа мы видим что вот это действительности прессовочный станок на какой на дереве может быть на камне но непонятно туда наверное все вставляется сбоку есть какой-то рычаг который наверное надавливается и немножко прижимается солому принципе не нужно так прессовать как камыш она более как она более спокойно ложится более спокойно прижимается и там таких как бы каторги как мы например с камышом как бы мы домкратами или как бы разными такими прессовочными механизмами вжимаем таком там такой проблемы нет там легонько прижать да и вот например просто обвязать привязать вот видите вот такой красавчик получается давайте мы прочитаем что же они описывают про этот улей о соломенном улье англо-американской системе и о пчеловодстве в верном любя пчеловодство и желая принести посыльную пользу этому делу при привождении для помещения в русском пчеловодном листке фотографических снимков с устроенную мною соломенного улья англо-американской системы с приставным дном из тех станков на которых улья ее принадлежности изготовляются объясняя выделку самих ульев я надеюсь что в местности где лес дорога такие улья послужат с пользой для развития рационального пчеловодства чтобы друзья понимали в действительности есть места где лес очень в дефиците даже наша центральная степная территория от нашей страны украины да почему мы вот рассматривали только что улья из камыша или соломы там непонятно но сам факт заключается в том что деревесина это было в свое время дефицитом и и нужно было еще выйти сделать в определенные процедуры чтобы сделать с нее доски это было действительности не дешево ну по факту такие улья были интересны насколько прочны соломенные улья в общее свидетельствует де лаянц в следующих словах рус пчел листке 1892 год страница 281 я имею улья из соломы которые служат 20 лет и я прежде чем заменить солому ожидаю когда она испортится гравин гор в своем практическом пасечнике упоминает о прочности их на странице 2 в рпл за смешанные сломенные улья высказываются не раз наши известные пчеловоды работа вышел вышеупомянную мина и моего улья очень проста ее может выполнить всякий кто пожелает у меня например за отсутствие иногда русских рабочих делали их по денщики туземцы и всегда удачно нужно было только раз показать что и как что и как делать ну вы я вам фотографию оставляю перечитайте сами несколько раз потому что я действительности могу что-то высказать как бы не точно ну вот мой мозг так плохо читает но действительности извините если что но мы подчеркнули здесь информацию что друзья 1892 году было что-то написано про улей из соломы если мы посчитаем что человек от описывать что они уже в него служат 20 лет то я смею себе предположить что 150 лет назад улей из соломы уже был мало того что это был улей из соломы это был корпусный друзья улей из соломы на я насколько понимаю нарутовскую 230-ую рамку англо-американской системы я сейчас и живот рву англо-американская система вы видите как все поменялось а мы сейчас просто называем руд да или лан роста руд то получается что уже 150 лет назад люди делали такие улья примерно как у меня но нет они вязали видите соломой немножко проще работать достаточно просто легенько прижать и все она прессуется и просто его как бы прошить так ниточками и по боках поставить речки как мы же видим на снимке вот этом снимке да мы видим что просто видите все прошито здесь видите стоят по боках распорные и получается две планки на одном угле и получается 8 планок везде но видите мы чтобы вот это не шит не заморачиваться то мы делаем немножко проще с одной стороны мы просто прикручиваем саморезами рейки или например как я делаю я просто прикручиваю с внутренней стороны полоски жести и все просто все видите работает обратите внимание опять же на вот этот станок на это все друзья но все видите она все делалось а блин 150 лет назад я не могу себе поверить сейчас например на данное время мы развиваемся намного быстрее видите все увидели в ничка такие улья все вспомнили что такие улья можно делать начали люди говорить что они знают там в деда в бате они стояли по 30-40 лет амуля из камыша и мы так начинаем делать до действительности новый виток новое развитие и мы видим что на данное время вот эти экологические действительности экологические не побоюсь этого слова еще раз назвать экологические улья занимают как бы достойное место современном человождении они красивые они как бы прочные они эффективные а кстати что еще хочу сказать друзья обратите внимание еще на вот этот корпус который стоит на улье и вот именно на корпусе из соломы видите корпус деревянный и как там позовочка сделано они уже тогда уже делали вот с ним куда сколько там лет от 130 140 да нет разницы они уже делали а мы еще на сегодняшний день не делаем такой позовки шипованный видите как стенки крепятся ну что друзья на этом хочу я в принципе закончить пишите свои соображения всем всего наилучшего всем пока